Вашим вниманием предоставляется лекция «Этиология и патогенез эссенциальной гипертонии». По завершению лекции вы будете способны объяснить механизмы, факторы риска и механизмы развития эссенциальной и симптоматической артериальной гипертензии и их осложнений. План лекции «Актуальность. Тема определения эссенциальной гипертонии, этиологии и патогенез эссенциальной гипертонии». Клинический случай. Женщина 58 лет обратилась в приемный покой с жалобами на головную боль, височную область и головокружение, мелькание ушек перед глазами, шаткость при ходьбе и нестабильность артериального давления. Подъем артериального давления около 10 лет на уровне 170-90 мм тутного столба, максимально до 290-100 мм тутного столба. Объективно больная в сознании, адекватно, гиперстеник повышенного питания, идеальная масса тела 30, кожа и видимые слизистые гиперемированные, периферических отеков нет. Что такое артериальная гипертензия? Это повышение, стойкое повышение артериального давления выше 140 и 90 мм тутного столба. Артериальную гипертензию мы делим на эссенциальную или первичную артериальную гипертензию или гипертоническая болезнь встречается в 90-95% случаев. И вторичная, симптоматическая, куда относятся почечная, эндокринная и так далее. Встречаемость 10-5-10%. Формула артериальное давление равно минутный объем крови умножимая на общее периферическое сопротивление сосудов. Что такое увеличение сердечного выброса или минутного объема крови? Происходит при повышении тонуса симпатической нервной системы, нейромедиаторы, которые оказывают положительный хроно- или инотропный эффект. Увеличение объема циркулирующей крови, нарушение выделительной способности почек, гипернатриэмия, истинная гиперволемия и последняя избыточная секреция минералокортикоидов. Эссенциальная гипертензия мы говорим в тех случаях, когда первопричина гипертензии не выявляется и сущность болезни заключается в разбалансировке регуляции тонуса сосудов и в повышении кровяного давления. Эссенция в переводе с английского обозначается сущность. Что такое симптоматическая артериальная гипертензия? Это гипертензия, при которых точно выявлена первопричина начального нарушения, то есть системе нейрогуморальной регуляции тонуса сосудов. Такая гипертензия представляется как один из симптомов заболевания. Симптоматические гипертензии встречаются при заболеваниях почек, при первичном гиперадостеронизме или синдроме кона, при феохромоцитоме, при болезни или синдроме иценко-кушинга, при сотрясении мозга или нарушении мозгового крова или лимфообращения. Гипертоническая болезнь – это мультифакторное заболевание и зачастую мы это относим как к наследственной предрасположенности и это заболевание вызывается различными факторами риска. Мы фактор риска делим на две большие группы – экзогены и эндогены. Экзогенным фактором относятся все известные факторы, такие как гиподинамия, эмоциональный стресс, хроническая гипоксия, загрязнение окружающей среды, например, солями тяжелых металлов, избыточное потребление поваренной соли, воздействие интенсивного шума и вредные причины потребления алкоголя или курения. Экзогенным фактором относятся наследственная отягощенность, пожилой возраст, атеросклероз сосудов, ожирение, избыточная масса тела, эндокринные расстройства. Роль наследственности в развитии эссенциальной гипертензии мы относим к полигенным заболеваниям, при котором возникают из-за нарушения транспорта электролитов, из-за снижения активности натрий-калия-аттефаза или кальция-аттефаза в миоцитах, может повышаться содержание ионов натрия и кальция в гладкомышечных клетках и приводит к спазму сосудов. Повышение или нарушение трансмембранного транспорта ионов в кочках и всего организма приводит к задержке о внутренней среде натрия, росту преднагрузки сердца и стойкому спазму артериол. Третье – это снижение образования эндотелиоцитами эндогенных вазодилетаторов, например, оксида азота и просто циклина. Генетическое нарушение или генетический дефект синтези молекулы ангиотензиногеном, при котором в 235-м положении молекула метионина может быть заменен трианином. И последнее – дефицит белка спектрином. В стадии гипертонической болезни мы делим на три. Первая – транзиторная или переходная, это непродолжительные эпизоды повышения артериального давления, связанные с различными факторами риска. Вторая часть, вторая стадия – это стабильное, то есть поддержание на высоких цифрах артериального давления. И третья стадия – стадия органных изменений, при котором наблюдается сердечная недостаточность, хроническая почечная недостаточность или кардиомиосклероз. Патогенез гипертонической болезни или нейрогенная концепция Лангома-Мясникова. В основе этой концепции лежит нервное перенапряжение, при котором происходит возбуждение коры большого полушария, подкорки, гиппокампа и медального тела. В результате этого воздействия гипоталамуса происходит возникновение очага застойного возбуждения сосуда двигательного центра. Активизируются симпатические импульсы, происходит повышение в крови секреции катехоламинов, увеличивается воздействие на сосуды резистивного типа, увеличивается база констрикции и тонус сосудов, спазм сосудов приводит к повышению артериального давления. Патогенез гипертонической болезни нейрогенной концепции Лангема-Мясникова именно характеризуется тем, что в норме синокаротидная зона и рецепторы дуги аорта отправляют импульсы на снижение возбуждения сосудов двигательного центра. В результате этого блока происходит растормаживание сосудов двигательного центра, превалирование симпатической импульсации и повышение артериального давления. Мембраногенная теория Постного и Орлова заключается в генетическом дефекте мембраны эндотелиоцитов в результате дефекта белка спектрина или дефицита ферментов, регулирующих метаболизы фосфоинозитидов, нарушению ионотранспортирующих систем плазматической мембраны и внутриклеточного увеличения в миоцитах натрия калия. Кальция приводит к увеличению спазма сосудов, сужению диаметра сосудов и повышению артериального давления. Патогизм эссенциальной гипертензии связан и с развитием гиподинамии. Мы знаем, что гиподинамия приводит к тому, что увеличивается масса тела или идеальная масса тела, способствует развитию ожирения или же избыточной массы тела, с повышением атерогенных липопротеидов, развитием атеросклероза. В результате этого снижается секреция эндотелизависимых факторов расслабления, суживаются сосуды, повышается общее периферическое сопротивление сосудов в результате снижения продукции эндотелинов и развитию стойкого повышения артериального давления. Генетический дефект клеточных мембран характеризуется еще и секрецией и катехоламинов. В результате этого увеличивается не только спазм сосудов, но и суживается просвет диаметра сосудов из-за снижения активности натрия, калия или кальцийозависимых от этой фазы, увеличение, повышение внутриклеточного натрия и кальция, гипертрофии миоцитов, повышение общего периферического сопротивления сосудов и повышение артериального давления. Каким образом развивается, повышается артериальное давление при эмоциональном стрессе? Мы знаем, что эмоциональный стресс характеризуется секрецией, повышенной секрецией катехоламинов и глюкокортикоидов. В результате этого увеличивается влияние на альфа-дренергические рецепторы, увеличивается централизация кровообращения и часть крови перемещается в центральные органы, а периферические сосуды отличаются тем, что развивается спазм или ишемия периферических сосудов. Ишемия почек приводит к тому, что из юкстагломерулярного аппарата вырабатывается ренин, который включает ангиотензиноген, ангиотензин альдестероновый механизм, то есть повышается синтез ангиотензиногена из печени, увеличивается синтез ангиотензина-1. По действиям ангиотензин, превращающего фермента, увеличивается секрец ангиотензина-2 и из кубочковой зоны вырабатывается альдестерон. Альдестерон усиливает реабсорбцию натрия в почках и увеличивается в этом случае общепериферическое сопротивление сосудов, суживаются сосуды и повышается артериальное давление. Следующим механизмом секрец глюкокортикоидов и альдестерона является повышение секреции вазопрессина, который также влияет на дистальный отдел почек, происходит реабсорбция воды и увеличивается объем циркулирующей крови из-за снижения диуреза. Таким образом увеличивается артериальное давление. По вашему вниманию предоставлены сокращения, значит, это ангиотензин, превращающий фермент, ангиотензин, общепериферическое сопротивление сосудов, объем циркулирующей крови, эндотелий, зависим фактор расслабления. Порочные круги в патогенезе гипертонической болезни. И вот изложив все механизмы, мы видим, что в патогенезе гипертонической болезни срабатывает порочный круг. В чем он заключается? Парабиоз, пара рецепторов в результате растормаживания сосуда двигательного центра приводит к тому, что увеличивается повышенная чувствительность катехоламином. Сужение сосудов приводит к тому, что развивается циркуляторная гипоксия и тканевая гипоксия. И в результате этого из гипофиза вырабатывается адренокортикотропный гормон, увеличивается синтез нейро, из нейро гипофиза, увеличивается синтез вазопрессина, снижается диурез, усиливается выброс глюкок и минералокортикодов, увеличивается секреция из гипофиза. В результате этого увеличивается количество натрия в периферической крови, увеличивается объем циркулирующей крови и повышается артериальное давление. В результате этого усиливается парабиоз, пара рецепторов, опять растормаживание сосуда двигательного центра и происходит второй круг в этом порочном механизме артериальной гипертензии. Если говорить о спазме сосудов, какие нарушения развиваются в организме? В первую очередь мы говорим о секреции катехоламинов. Увеличивается симпатическое воздействие на миокард, развивается гиперфункция миокарда, сопровождается тахикардии и гипертрофии левых отделов миокарда. В результате развития механизма централизации кровообращения усиливается приток артериальной крови кардиомиоцитом, усиливается преднагрузка и затрачивается большое количество АТФ и креатининфосфатокардиомиоцитов. Усиливается и сократимость, и тахикардия. В результате этого увеличение минутного объема крови, увеличение сердечного выброса приводит к повышению артериального давления. Если говорить о почечной артериальной гипертензии, то мы симптоматическую артериальную гипертензию почечного генеза делим на два вида. Это ренопривная или ренопаритхематозная, встречаемость 3-5%. И если говорить о ренопривной, то она развивается в результате деструктивных поражений паритхемы почек. Тогда как реноваскулярная леваза, ренальная в одной встречаемость в 1-4% связана с развитием ишемии артериоренализа или почечной артерии. О чем есть подтверждение экспериментальной модели Грольмана в 1949 и Гольбетта в 1934 году он наложил сосудосуживающие кольца на обе почечные артерии. Осложнение артериальной гипертензии. Сюда относятся мозговые, это ишемия, отек, тромбоз, кровоизлияние, которые характеризуются инсультами или цифалопатией. Сосудистые нарушения, это расслаивающая нервризма, разрыв аорты, сердечные, гипертрофия левой желудочка, застойная сердечная недостаточность, инфаркт или же ишемия миокардоза или же развитие отек легких, почечные осложнения, нефросклероз, хроническая почечная недостаточность и поражение сосуду сетчатки. Гипертонический криз, это внезапное погушение артериального давления, которое сопровождается церебральной или кардиальной симптоматикой. Систолическое артериальное давление поднимается от 190-270 и диастолическое 120-160 миллиметров втутного столба. В лекции использована литература, и вам мне хочется задать вопросы обратной связи. Какие причины вызывают повышение артериального давления у больной, каков патогенез и гипертонической болезни. Благодарю за внимание.